Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня будет прогулка по просьбе подписчика. Не знаю, с какого он города не написал. Что смогу, то сниму. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Я стою напротив школы Чернышевского. По просьбе подписчика. Вот главный вход. Ну, наверное, не отсюда входят. Может, отсюда. Здесь памятные доски. В этой школе в 1933-1935 годах учился герой Советского Союза Владимир Алексеевич Засядько. Вот, в нашем городе учился. Вот. Школа Чернышевский. Чернышевского. А с этой стороны тоже памятная доска мемориальная на двух языках написана. В этой школе в 1931-1939 годах учился Афанасьев Леонид Викторович. Лауреат государственной премии, композитор, командир эскадрильи штурмовой авиации. В 1943-1945 годах совершил 116 боевых вылетов. Вот. Это теперь общеобразовательная школа номер один имени Чернышевского. Отдел образования по городу Симпалатинску, восточно-казахстанской области. Семею Симпалатинску. Вот. Здесь новое крыльцо. И вот здесь облицовка новая. Вот тут. Конечно, вот эти, по-моему, пластиковые, сделанные под дерево коричневые, ну, пластиковые. Окна. Вот сделано. Это улица. Так. Памятник истории и культуры охраняется государством. Написано. Улица Ибраева. А это улица Казбагарова. Он просил по Казбагарова пройти. Сейчас я пройду и сниму. Вот напротив, не знаю, правда, будет видно или нет. Сейчас туда пройду. Там тоже какое-то старинное здание. Здесь тоже висит табличка, что это исторический памятник и охраняется государством. Казбагарова. Вот это старое здание. Кирпичное. Из старого кирпича. Здесь только внизу покрашено. А весь... И тут пристройка. Ну, пристройка новая. По-моему, здесь зал, тренировочный зал. Слышно. Фитнес-направление. Занятия проходят. Вот это тоже пристроено. Что-то связано со спортом. А школа до сих пор продолжается. Но она в зелени. И её мало видно. Так. Просил он показать со двора. Сейчас перейду на ту сторону и покажу со двора. Это вид со двора. Занимаются ребятишки спортом. Наверное, у них физкультура. Вот это вид со двора. Подписчик просил показать. Вот здесь напротив тоже спортивная площадка. Дети занимаются физкультурой. А сейчас я подошла. Вот здесь, по-моему, регистрируются приезжие за границей. Да, здесь регистрируются приезжие, которые приехали с России, из-за границы. Гости. Вот здесь вот. Сейчас пройдём дальше. Здесь много машин. Не знаю, пройду. И сейчас я буду проходить до улицы Наймамбаева. Это здание с улицы. Это полиция сейчас. Вот где регистрироваться с торца, а это полиция. Напротив построили такой дом. А это, по-моему, в 70-х, когда лоджии были в 80-х. А вот это вот хрущёвка. Трёхэтажка. Вот там большое, высококрасного кирпича здание. Вот там. Там уже ЦУМ недалеко. Эта улица ведёт к парку, где мы уже были. И вот здесь старинная Каланча. Это пожарная часть. Если будет видно. Вот это старинная пожарная Каланча. И там пожарная часть. Но мы потом в другом посмотрим видео. Сейчас постараюсь найти улицу на Наймамбаева. По-моему, мне сказали вот здесь. Пойду поищу. Пока не нахожу. Вот пожарная Каланча. Смотрите, какие дома здесь построили. Частные коттеджи. Здесь тоже такие большие. Улица Дулатова. Ищу на Наймамбаеву. Дальше. Хочу показать на Дулатова. Такой дом. Как дворец прям. Здесь Дулатова-Панфилова. Наконец нашла улицу Наймамбаева. Вот центр медицинский Авиценна. Там дома большие. Вот стою возле разрушенного дома. Пойду дальше. Мне надо 117. Нанмайбаева. Ну, здесь же строят вот такие большие, хорошие дома. Это центр считается. Ну, буду уже показывать эту улицу по просьбе подписчика. Номера домов. Вот 131. Вот 98. Это туда дальше надо идти. 117 мне надо дом. Гараж на две машины. Такие уже основательные дома здесь построили. Может, мой подписчик и не узнает эту улицу. Вот. 121. Значит, 117 где-то здесь. Перейду на ту сторону. 7 спецодежда. 23. Ага. Это значит, туда нам надо идти. Стою на перекрестке Нанмайбаева и Пасмакова. Вот это улица Александра Пасмакова. 92 Нанмайбаева. Пойдем дальше. Вот номер 115. Может, следующее. Напротив 88. Вы не знаете, где 117 дом? А что за... Вот. Вот этот дом 115. А это, наверное, 117. Напротив 88. Не знаю. Подписчик мой узнает. Пройду еще чуть-чуть дальше. Вот еще один дом. Ну, номеров нету. Что за дом, я не знаю. Напротив 86 дом. Здесь 84. Вот еще дом. Не знаю, какой частный. И там на углу дом посмотрит. 72. Вот тот зелененький дом 97. Это 99. Значит, тот дом, который без номера, был 117. Я еще раз покажу. Это, наверное, 119, я так думаю. Это, наверное, 117. Это, наверное, 117. Может, и живет кто-то. Во дворе дом большой построенный. Наверное, этот просто старый дом оставили. А вот это 115. Напротив 98-й дом. Здесь 127-й. Вот дом 129-й. Подписчик тоже просил. 129-й. Вот дом 131-й. А это дом 133-й. Тоже подписчик просил показать. Это, не знаю, наверное, старый. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики.